Здравствуйте! Вы смотрите программу интервью в студии Ян Ермешов. Сегодня губернатор Александр Ус выступил с обращением к красноярцам в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В своем заявлении глава региона прокомментировал ситуацию, которая сейчас сложилась в крае и рассказал, какие меры уже действуют на нашей территории и какие шаги еще в случае необходимости готовы предпринять власти, чтобы сдержать распространение коронавируса. Александр Ус попросил жителей проявить серьезность и понимание. Сейчас предлагаем вашему вниманию полную версию выступления губернатора края. Спасибо, что вы все здесь. Я бы хотел сделать обращение к красноярцам в связи с ситуацией, которая у нас складывается в связи с эпидемией коронавируса. Как вы знаете, 28 января был принят мною комплексный план по предотвращению этой эпидемии на территории Красноярского края. Должен сказать, что все составляющие этого плана выполнены и на хорошем уровне. Укреплена материально-техническая база наших медицинских учреждений, обучен дополнительно, проинструктирован персонал, который может работать в случае этой вспышки. Также проверено более 1 тысячи наших земляков на предмет наличия или отсутствия этой инфекции. С реальной угрозой мы столкнулись в прошлые выходные. У нас на сегодня выявлен один достоверный случай заболевания красноярцев, и трое из них находятся под подозрением. Есть высокая вероятность того, что этот диагноз у них подтвердится. Порядка 360 человек находятся в условиях наблюдения по месту жительства, наблюдают представители наших поликлиник. И у нас есть надежда, и она обоснована, о том, что абсолютное большинство этих людей, а может быть и все, будут признаны здоровыми. Я хочу подчеркнуть одно известное, но в принципе принципиально важное обстоятельство. Оно заключается в том, что сегодня в мире нет медицинских средств, которые бы обеспечивали сдерживание этой инфекции. Поэтому ключ к решению этой проблемы, ключ к локализации находится не в руках медиков и не в руках власти. Он находится в наших с вами руках, как граждан. Только минимизируя контакты друг с другом, мы можем свести до минимума возможность передачи этой инфекции от больных к здоровым. Именно на это был направлен указ, который я подписал в этот понедельник. Он связан с введением особого режима работы наших дошкольных учреждений. Наше общеобразовательное учреждение, как университеты, так и школы, переходит на дистанционные формы обучения. Такого же плана рекомендации связаны с проведением массовых мероприятий. Большинство из них отменяется, либо количество из них резко уменьшается, до того, без которых не обойтись. С такими же рекомендациями я обратился к руководителям предприятий всех форм собственности. Рекомендация эта заключается в следующем. Уменьшить количество персонала на рабочих местах до того уровня, который является минимально достаточным. Оказать содействие всем работникам в получении отпусков, для того, чтобы эти дни, а может быть и месяцы, они были рядом с родными и рядом с своими детьми. Я хочу обратиться ко всем красноярцам с осознанием серьезности этой ситуации. Она подконтрольна, но тем не менее расслабляться и проявлять, что называется, какую-то легкость нам, конечно же, нельзя. Необходимо воздержаться от посещения каких-либо мероприятий с массовым пребыванием там людей. Использовать все доступные вам средства гигиены, обеззараживания. Тем, кто планирует сегодня отпуска, советовал бы еще и еще раз подумать, правильно ли вы это поступаете, уезжая за границу. Поскольку абсолютное большинство случаев заражения на территории России являются завозными. Не нужно подвергать дополнительному риску собственное здоровье, здоровье своих близких и, в принципе, здоровье окружающих. В проблемной зоне по понятной причине находятся наши пожилые красноярцы в связи с тем, что здоровье у них, конечно, не такое уже, как у молодых. Поэтому я обращаюсь с просьбой к их родным, особенно молодым людям, представителям социальной службы, сделать все для того, чтобы они могли и приобретать, не выходя из дома, продукты питания, лекарства, решать любые проблемы с минимальными контактами в отношении незнакомых людей. Мы будем тщательно наблюдать ситуацию и, естественно, вводить дополнительные ограничения, если это потребуется. И убедительно прошу всех отнестись к этому с пониманием. Сегодня ситуация такова, что только за счет солидарности, за счет максимальной ответственности все и каждого мы сможем с минимальными потерями, минимальными сложностями пройти этот неоднозначный период. Мы будем делать для этого все возможное и, я уверен, у нас получится. Спасибо. Это было обращение губернатора Александра Уса к жителям края в связи с ситуацией, сложившейся в регионе из-за коронавирусной инфекции. Вы смотрели программу «Интервью». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова